Всем привет дорогие друзья! Доброе утро! Первый раз в истории радиошок я выхожу именно утром, потому что сегодня такое великолепнейшее событие будет вечером, что мы просто обязаны его осветить. И сегодня ко мне пришел легендарнейший гость, друзья мои, представляю вам Сергей Летов. Здравствуйте! Добрый день! Ну что Сергей, как у вас утреннее настроение? Более-менее боевое, готов к новым подвигам. Готовы? То есть с утра вы уже готовы прям жечь, отжигать и изменить этот мир? Ну, жечь, наверное, еще не готов, а это, наверное, уже больше к вечеру, но, по крайней мере, вот готов был подняться рано утром и поехать на эфир. А как вам, мы, конечно, про ваш график еще поговорим, а рано утром часто приходится вставать? Ну, приходится, потому что много движений, но, к сожалению, до сих пор телепортацию еще не осуществили, и нужно путешествовать, летать на самолетах, ездить на поездах и так далее, и вот поэтому приходится иногда вставать, чтобы прибыть ко времени концерта в какую-нибудь отдаленную местность. Ну, вы такой озорной хулиган, я бы вас назвал, потому что вы приехали на концерт, который произойдет сегодня, и успели уже вчера вечером дать концерт. Все успеваете? Ну, да, я вообще каждый приезд по какому-то поводу в Петербург стараюсь, ну, чтобы это было, ну, как правило, все-таки не одно выступление, а стараюсь зацепить и сыграть где-то еще сольный концерт. Иногда даже два получается. Ну, если график позволяет, если график не позволяет, допустим, в Москве спектакль в среду и в пятницу или концерт, да, а в четверг нужно вот приехать. Так бывает, что я одним обхожусь, но, как правило, все-таки я зацепляю что-то еще и играю в каком-нибудь клубе или баре или еще на какой-нибудь площадке. Практически так получается буквально каждый месяц. Вот у меня было и в июле получилось сыграть несколько раз, и вот сейчас в августе пару. И в сентябре я наметил презентацию на 28 число сентября презентацию своего диска. Ух ты! Ну, нового, который выходит здесь на «Бомба Питер» вместе с питерским барабанщиком Александром Аргазановым. Ну, и уже получил предложение, нельзя ли к этому что-нибудь присоседить, нельзя ли сыграть, допустим, что-нибудь 29-го или 27-го. Но 29-го нельзя, потому что я буду в Петрозаводске. А вот 27-й пока еще предложения поступают. — А как происходит выбор предложений? Ну, из множества предложений самое лучшее, как вы выбираете? — По разным поводам. — По каким критериям? — Ну, как правило, с тем, с кем я раньше договорился, с тем я обычно стараюсь не подводить своих партнеров. Если дата фиксирована, кто-то предложил выступление, и у них серьезный настрой, и они не намерены потом меняться этими датами, двигать их, то я останавливаюсь, может быть, не на самом выгодном и самом престижном, но тем не менее стараюсь партнеров не разуверять, не разуверять в своей надежности тоже. Вот. Ну, выступлений получается довольно много. Может показаться странным, но у меня выступлений в Питере едва ли не больше, чем в Москве в течение года. — Угу. Давайте поговорим о выступлениях, о ваших оригинальных выступлениях. Я был на вашем концерте, и однажды вы рассказали такую историю, что вы выступали в Музее Смерти. — Ну, да. — Что там было? — Музей Смерти или Музей Погребальной Культуры в Новосибирске. На территории Новосибирского крематория находится уникальный, удивительный музей из двух корпусов. Музей, посвященный разным погребальным практикам народов мира, разных эпох. Ну, вот я, в частности, выступал в Зале гробов. Происходило это 14 февраля, в День Святого Валентина. Я вот решил поздравить всех влюблённых. Любовь и смерть всегда рядом, поэтому я решил поздравить влюблённых там. Ну, на самом деле, это не совсем получилось вследствие такого моего решения, а потому что пианист Роман Столлер, с которым я должен в Новосибирске выступать, получил предложение выступить в Японии, в Токио. Ну, естественно, предпочёл Токио. Улетел в Новосибирск, у меня был большой тур, который начался от Оренбурга и продолжался до Владивостока. 33-дневный тур, в котором мне нужно было выступить в Новосибирске. Между Кем-Новокузнецком и Томском у меня был промежуточный день, и он попадал на День Святого Валентина. К сожалению, так получилось, что сообщение об отмене концерта поступило поздно, но в День Святого Валентина желающих поздравить влюблённых в разных клубах Новосибирска тоже очень много, все точки оказались заняты. Вот, может быть, это как раз моего, недоработка была моего турменеджера, но так или иначе площадок свободных не осталось, и вот оказалась свободная площадка на территории Крематория. Вот, мне предложили вот выступить в зале гробов, поздравить влюблённых. А народу много было? Да, народ был. Дело в том, что Крематорий бесплатно подвозит на такие мероприятия, они устраивают иногда концерты в зале гробов, бесплатно подвозит публику от ближайшего метро Новосибирска, вот, и вход там свободный, и аппаратуру они поставили. Получилось забавно, хорошо освещалось радиотелевидением местным. Лучше, во всяком случае, это событие освещалось местными средствами массовой информации, чем заурядные концерты в каких-то центральных клубах Новосибирска. Вот, я пожелал, чтобы за моей спиной стоял большой угандийский открытый гроб в форме рыбы. Вот, там такие в Уганде принято хоронить в индивидуальных гробах, нестандартных, а гроб должен отражать характеристику, профессию или какие-то там склонности того человека, которого в этот гроб собираются поместить. Вот, и поэтому вот директор Музея Смерти пригласил мастера из Уганды, который как раз настругал этих разнообразных гробов. То есть мастера привезли? Да, из Уганды, да, который из новосибирской древесины, значит, настругал и покрасил там, вот как раз угандийские гробы, то в форме рыбы, то в форме гигантского красного помидора для продавца томатов, как бы гроб, то в виде самолета биплана, ну, такой кукурузник маленький, да, с фюзеляжем в виде гроба, да. Ну, вот разные такие интересные. Ну, собственно говоря, музей отражает разные верования и разные представления о смерти и разные ритуалы народов нашей планеты, которые чрезвычайно разнообразны, интересны. Ну, а я, в свою очередь, посвятил выступление памяти умерших друзей. К сожалению, рок-музыканты и вообще музыканты находятся в группе риска. Они очень живут быстро, умирают молодыми, и поэтому такой получился немного нойзовый концерт, посвящение разным покойным друзьям, в частности. Вот тот концерт был посвящен памяти Сергея Кузьминского, в прошлом лидера группы «Братья Гадюкины», который в 90-е годы уехал из Львова в Москву и занимался в Москве техномузыкой. Вот он один из лидеров московского техно, назывался он «Диджей Арг». Вот такой концерт посвящен ему. Вместе со мной играл сибирский шумовой музыкант Вязкий Шарап. А, то есть это был совместный концерт? Ну, в основном мой, да, но в конце, как правило, в конце, когда я выступаю в Сибири, то я соглашаюсь на джем с кем-то из интересных сибирских музыкантов. У меня есть друзья. Я в Фейсбуке, я веду, являюсь администратором группы «Транссибирская музыка», в основном посвященную джазу, ну, отчасти прогрессивному року, но по большей части все-таки такой джазовая, свободная импровизация электронной музыки. Вот, сам-то все-таки я человек сибирский, хотя и живу уже почти полвека в Москве. Вот, но я детство и юность прошли в Омске и Новосибирске, поэтому я себя отчасти считаю сибиряком. Сергей, расскажите, пожалуйста, еще про самые необычные места, где вам приходилось импровизировать. Ну, таких вот прямо необычных мест, вот как это, не так много, но бывали выступления, например, в историческом музее на Красной площади. Ох, даже так! Да. Красная площадь, дом 1. Это исторический музей. Музей Владимира Ильича Ленина. Да. И как? Да, музей, причем в том зале, в котором когда-то Сталин вручал ордена разнообразных героев социалистического труда и так далее. Вот это было в прошлом, даже не в прошлом, или в этом, или в прошлом году, я сейчас не помню, в январе было 120-летие со дня смерти и 70-летие со дня рождения Сергея Зинштейна, режиссера, выдающего кинорежиссера, и мне предложили озвучить в импровизационном плане, вживую, его фильм «Стачка». Да, это в прошлом году было. И я пригласил барабанщика группы «Аквариум» в прошлом, Олега Шара и одного из самых наиболее выдающихся терменвоксистках. Терменвокс – это электронный инструмент, первый в мире электронный инструмент, который используется в музыке до сих пор. На нем даже когда-то Владимир Ильич Ленин пробовал играть в 19-м году. Так вот, я пригласил музыканта на терменвоксе, Олесю, и мы вот вместе озвучивали «Стачку» удивительным образом на такой сеанс озвучивания немого кино в историческом антураже пришло необыкновенно большое количество людей. Причем, что билеты были тоже чрезвычайно дорогие. Для меня, честно говоря, это был некоторый удивительный такой вот выплеск рекламы. То ли гуляющие в новогодние праздники по Красной площади заходили, то ли что. Ну, в общем, был какой-то такой вот невероятный аншлаг, при том, что акустика чудовищная. То есть, это зал, ну, параллельпипед с очень высоким потолком, в котором, представьте, если играет ударная установка, то происходит какой-то такой шумовой эксперимент, скажем. Вот. Ну, было интересно, вот, потому что зал был оформлен различными артефактами эпохи революции 1905 года, гудками, которые дали призыв к той знаменитой московской стачке заводов на Красной Пресне, с которых и началась революция 1905-1907 годов. Вот. Бывают вот самые разнообразные интересные места выступления на кораблях. Вот. Пока еще выступления в космосе не было, но вот под землей выступления бывают. Вот в этом году, в частности, мне предложили выступить в одном из бункеров. Бункеров? Да, бункеров, которые входили в систему московского метро. Ну, вы знаете, что в московском метро, помимо поездов, по которым ходит, курсирует общественный транспорт, есть еще достаточно много путей, по которым только спецтранспорт курсирует. Не общественный транспорт. Да, 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 куда нельзя купить билет, да. Ну, и вот такой бункер в районе, неподалеку от метро Новокузнецкое существует, снаружи это неприметная зданица, окружающие жители не знают, что это такое. Ну, вот, попадаешь туда, опускаешься в шахте на лифте на три этажа, проходишь по галереи, спускаешься еще на 12 этажей вниз, и там уже есть выход в московское метро, перегон между, ну, технологический перегон между метро Павелецкое, Новокузнецкое, вот где-то там. Вы сейчас все секреты раскройте. Да, там находился бункер, в котором бункер Министерства, архив Министерства иностранных дел. Я боюсь спросить, для кого вы там выступали. Ну, я еще пока не выступал, но мне поступило предложение сделать вот там выступление, как раз меня, мое выступление вместе с японскими музыкантами в Казани увидела одна дама, которая захотела бы вот такой проект японской оперы о жестоком рабовладельце, управляющей Даю, вот, чтобы Саншо Даю показать, может быть, в Москве устроить вот такую оперу на глубине, вот в этом бункере, он цилиндрической формы, такой, знаете, как тюбинги в московском метро. Это, кстати, и является некоторым ответвлением московского метро, по сути, этот бункер. Вот, а непосредственно для выступления я сейчас собираюсь в октябре лететь в Сеул, в Южную Корею, и как раз представляю. Дело в том, что этого злого рабовладельца, который клеймил железом рабов в эпоху Хэйян в Японии, как раз в опере играю я. Ох! Да. Как же вас выбрали так? Вот, ну вот... По каким критериям отобрали? Не знаю. Пока мы эту оперу с моим участием представляли, вот, японская опера с японскими танцовщиками и актерами театра «Но», танцовщиками «Буто», исполнителями традиционных буддийских гимнов. Вот. Мы показывали в Алма-Ате в марте этого года, потом часть, значит, руководитель проекта, композитор, видеоинженер и одна из танцовщиц «Буто» мы отправились в Казань, с ней показали там перформанс в одном из арт-пространств. Ну, и вот и там как раз поступило предложение. Ну, не знаю, когда это будет. Вообще, мест необычных очень много. Пока, вот, думаю, что наиболее необычное выступление всё-таки для меня это выступление на Красной площади. С одной стороны, на Красной площади проходит кинофестиваль, ой, кинофестиваль, книжный фестиваль, на котором периодически я получаю практически ежегодно предложение выступить. С одной стороны, бывает шумновато, не очень удобно, а с другой стороны, очень удобно играть. Перед тобой «Спасская башня», на ней большие часы, и тебе совершенно очевидно, сколько ты сыграл по времени, вот сколько, когда пора заканчивать. Кроме того, она ещё каждые 15 минут там раздаётся, такой «блямс», да, и вот тебе ясно. Так иногда в клубе думаешь, не доставать же телефон, часов у меня нет из кармана, сколько ещё играть, когда пора закругляться, потому что иногда играешь, и теряется ощущение времени. А здесь совершенно, особенно если длинные композиции, совершенно точно, ясно, вот тебе стрелочка приближается, допустим, там к 6 или к 7 часам, тебе пора заканчивать, вот уже следующий будет исполнитель или какая-то другая часть программы. Поэтому, конечно, приятно выступать на Красной площади. Но, я думаю, много интересных мест бывает. Так сразу и не вспомнишь, какой из них наиболее странный. В Новосибирском музее смерти в зале, погребальной культуры, в зале гробов. Или, допустим, да, где выставлены гробы, там копии гроба Высоцкого, копии гроба Бориса Николаевича Ельцина, копии гроба Иоанна Павла Второго, там разные вот какие-то такие, да, художественные, абсолютно точные копии. Вот. Или копия вот гроба многоразового использования, в котором вот Моцарта хоронили. Ага. Нажали кнопочку, тело выпало. Это в этом гробу еще многих хоронили. Вот. Какие-то такие вещи. Вот. Ну, а выступления самые разные. Вот. Бывают вот выступления в необычных исторических местах. Ага. Ладно. По местам, мне кажется, еще можно много-долго обсуждать. Давайте поговорим про ваши инструменты, потому что вы играете на множестве инструментов. Для начала, скажите, пожалуйста, а сколько в вашей коллекции в наличии инструментов музыкальных? Ну, мне трудно сказать. Ну, я думаю, что меньше ста. Меньше все-таки. Меньше ста, да. Но где на 90? Ну, точно не могу сказать. Вот. Дело в том, что я играю преимущественно на саксофонах. Вот саксофоны у меня в настоящее время баритон-саксофон. Два. Баритон-саксофона, тенор-саксофон, си-мелоди, саксофон в строй до. Он чуть-чуть меньше, чем тенор, но больше, чем альт. Сопрано-саксофон. Сопрано-саксофон в строй до. И два сопранино-саксофона. Один из них старый винтажный, другой современный. Вот. Я играю еще на бас-кларнете, на разных флейтах. Альтовая флейта, флейта-пиккола. Вот. Это основные акустические инструменты. Кроме меня, большое количество разных этнических флейт. Ну, башкирский курай. Вот. Китайские, японские, иранский ней. Ну, разные духовые инструменты этнического происхождения. Ну, и несколько лет назад я увлекся электронными духовыми. У меня сейчас восемь электронных духовых инструментов. и некоторые из них винтажные, то есть, которые я купил сразу поломатку, то есть, неисправный инструмент, не очень дорого. Вот. И я знаком с прекрасным мастером московским, Алексеем Табером, который реставрирует старинные синтезаторы. И старинные, вот как раз, электронно-музыкальные инструменты. Вот. И он мне очень модернизировал один из японских духовых контроллеров 80-х годов. И я вот постепенно начинаю пользоваться им. Некоторые электронные инструменты в настоящее время использование их представляет свою проблему. Потому что, если ничего не выходит из строя, и так не является таким сложным для ремонта и использования как электроника прошлых лет. Вы знаете, быстрее всего устаревают новости. Да, если книгой можно пользоваться, книга не представляет собой интерес на протяжении столетий и тысячелетий, то газеты устаревают буквально на следующий день. А через несколько десятков лет уже непонятно, о ком и о чем идет речь. Такая же ситуация с электроникой. Если механические инструменты можно духовые подправить, подушку, заменить винтик, металл, приклеить пробочку где-то, то вот если у тебя электронный духовой инструмент снят из производства в 1985 году, то уже никаких деталей, которые его можно было бы заменить, найти современных нельзя. И, кроме того, есть некоторые уникальные вещи, мембраны, которые даже и непонятно, по какой технологии делать. Вот часть этих инструментов станет навсегда немыми. Ну, навсегда или навсегда, трудно сказать, но какое-то время станет немые. Я вот знаю, что есть электронный инструмент лирикон, который был очень популярен в 80-х годах и в 70-х, но Билл Бернарди, его автор, умер пару лет назад. И сейчас современные лириконы не знают, как чинить и как их оживлять. Вот, то есть неисправный лирикон можно купить, но заставить его более-менее красиво играть нужен какой-то необыкновенный мастер, а может быть и как бы музыкальный, скажем, археолог, да, если такое слово годится. На вот старинных, на скрипках Страдивари все играют без проблем, да, более-менее, да, натянул новые струны, пожалуйста, играй, а вот на инструменте даже в 80-х годах электронном сыграть уже сейчас очень сложно, вот, на духовых очень сложно играть, потому что, наверное, не музыканты не знают о том, что строй музыкальных инструментов, то есть высота звука, постепенно повышается. В начале 20-го века было 430-435 герц, а в китайские оркестры сейчас используют уже выше 450 герц, это нота ля, стандарт является 440, но, как правило, любой рояль настроен 444 герца, когда вы берете старинный духовой инструмент и пытаетесь его перенастроить, опустить, заглубить мундштук глубже, то инструмент начинает не строить сам с собой, верхние и нижние ноты начинают диссонировать между собой, и поэтому играть на таких инструментах в современном строе становится очень тяжело, они нуждаются в каком-то современном, возможно, ремонте или модификации, если это можно осуществить, но вообще становится в значительной степени для использования в современной музыке, в эстрадной современной музыке или в академической становится малопригодной, в этом есть проблема и для меня как для коллекционера, потому что у меня есть такие инструменты, они остаются для, скажем, какой-то шумовой музыки или для сольных выступлений, да, то есть у вас главный принцип, чтобы все инструменты не просто лежали, а работали, да, все инструменты, которые у меня есть, абсолютно все, в том числе все синтезаторы, все контроллеры, я стараюсь использовать как можно чаще, некоторые становятся любимчиками, вот сейчас я играю на таком духовом синтезаторе Roland Aerofon A10, практически на каждом концерте я беру его, но бывает, что появляются некоторые неожиданные задачи, которые на нем решить нельзя, вот меня пригласили в конце июля, буквально вот три недели назад, озвучить советский фильм Аэлита в Мадриде, в Мадриде Госфильмофонд Испании, Фильмотека Эспаньола, проводит большой фестиваль 120 лет научно-фантастического кино, и в этот фестиваль они включили некоторые российские, вот, советские фильмы Аэлита, фильмы Тарковского, но и Аэлита не мой фильм, то есть, у него не записано на пленке, нет звуковой дорожки, а они показывают, это Госфильмофонд, у них есть именно 36-миллиметровая значит, пленка с этим фильмом, они показывают вот, именно настоящий кинофильм, не проекцию ленты, не с DVD-диска, вот, именно такой, и для этого они пригласили русских музыкантов, от меня, Алексея Борисова, чтобы мы именно вот современными электронными средствами озвучивали, я вот использовал там Акай Эуи 4000S, это инструмент, на котором я редко сейчас играю, монофонический, но который позволяет создать, вот, передать эффект терменвокса, электронного, одного из первых электронных инструментов начала 20-го века, на котором еще играл, между прочим, Владимир Ильич Ленин в 1919-м году, когда Лев Сергеевич термен, ему терменвокс в горках демонстрировал, вот, то есть, я использую, и я для этого иногда, наверное, может показаться удивительным, но есть специалисты по созданию настроек для синтезаторов, они продают презеты, то есть, определенные виды настройки того или иного синтезатора, которые отвечают определенным требованиям, ну, и я нашел в Италии такого электронного программиста, который может программировать, запрограммировал инструмент этот на звучание терменвокса в исполнении Лидии Кавиной, это внучатая племянница, на самом деле, более сложного родства, Льва Сергеевича термена, она живет в Оксфорде, и мне доводилось встречаться с ней, выступать с ней в Лондоне, выступать с ней в Москве, я выпустил даже компакт-диск, вместе с ней недавно, но вот в Испанию я не мог пригласить Кавину, там было ограничено, достаточно бюджет на двух российских музыкантов, я пригласил Алексея Борисова, электронщика, и вот вместо терминвокса Лидии Кавиной звучал мой Акай Эви 4000 Эст, презент которому создал программист в Италии, у которого я Суоно Пуру, у него есть псевдоним у этого Суоно Пуру, я приобрел этот презент несколько лет назад предварительно, и вот пришло время использовать этот инструмент, этот презент конкретно, вот этот тип звучания для определенной задачи, для озвучивания винтажного научно-фантастического фильма о полете на Марс, где и видна Москва 1924 года, и в то же время фантастическое путешествие в космос, для мира Марса я использовал вот звучание именно вот этого инструмента, он, кстати, уже снят с производства, ну, это тоже такой электронный винтаж. Ух, целая лекция, Сергей, вы, насколько я знаю, сами делали музыкальные инструменты? Ну, только акустические. Только акустические. У меня к вам нескромный вопрос, вам хоть раз обращались с покупкой авторских работ? Вот по инструментам нет, это субуго индивидуальные, вообще этот самодельный, вот эта история моих самоделок, она уходит в самое начало 80-х годов, дело в том, что существовал в Москве такой полумифический персонаж, джаз-панк музыкант Виктор Лукин, вот, я его никогда не видел, по слухам этот Виктор Лукин эмигрировал куда-то в США в самом начале 80-х годов, еще вот примерно в то время или чуть-чуть раньше того времени, как я начал учиться сам играть на музыкальных инструментах, но я познакомился с его адептами, вот, фанатиками этого... Не фанатами, а фанатиками. Да, прямо фанатиками этого Лукина, которые рассказывали о нем какие-то апокрифические истории, ну, как, например, вот, Джатаки, это истории о Будде, да, мифологические. Вот в Москве жили люди, которые рассказывали такие разнообразные фантастические, не знаю, как они связаны с реальностью истории, о жизни, идеях и подвигах этого Виктора Лукина. И вот Лукин этот, он потом вроде бы эмигрировал в США, вроде бы из США он отправился в странствование в Непал, Тибет, кого-то там убил и сел то ли на 10 лет, то ли на 20 лет в тюрьму. Вот, и инструменты этого Лукина я видел. Это были какие-то самодельные флейты или кларнеты, сделанные из самых разнообразных подручных инструментов. Вот, я видел инструмент, сделанный одним из адептов Лукина. Это какая-то веточка бузины и заточенный определенным образом колпачок от советской шариковой ручки, к которому цеплялась какая-то маленькая тросточка нитками и он издавал какой-то пронзительный похожий на звучание индийского духового инструмента шинай звук. И вот делались какие-то кларнеты, и вот я сделал из алюминиевой трубки, которую я купил в материалах для труда в детском мире, тогда еще производились материалы для труда, ну какие-то трубки, уголки, там что-то такое, я купил алюминиевую трубку за несколько копеек, отпилил ее, купил мундштук БУ, производство ГДР, продавалось целый мешок мундштуков, бывших в употреблении, вот где-то нитками что-то прикрутил, где-то просверлил отверстие, чтобы поправить, строить, некто отверстие рассверливал, чтобы понизить его немножко, значит, я прикручивал скотчем еще часть этой вот алюминиевой трубы, в общем, получился некоторый такой блюзообразный духовой инструмент, очень напоминающий по звучанию с одной стороны дудук, с другой стороны вот звучание тенор-саксофона субтоном или кларнета, но этот инструмент я использую до сих пор, он, кстати, очень неудачно строит, у него основной тон это фа-диез, поэтому музыкантам, кто играет на трубах, на саксофонах, на волторнах, требуется определенное мастерство, чтобы со мной с этим строем, он еще на четверть тона, то ли выше, то ли ниже этого фа-диеза, вот, но для выдающихся музыкантов, таких как вот Юрий Парфенов, это трубач сейчас играет в группе аукцион, или Аркадий Шелклопер, волторнист, для них не составляла проблема подстроить свой инструмент так, чтобы вместе со мной играть, он записан уже на десятки компакт-дисков, такая вот самоделка, но в настоящее время я самодельные инструменты духовые не делаю, потому что мне доступны благодаря всяким путешествиям этнические инструменты, японские, корейские, вьетнамские, китайские, иранские, то есть вы из каждого путешествия везете трофеи в виде музыкальных инструментов, да, практически из каждого, но если в этой стране есть какие-то духовые, не все духовые интересны, и не на всех из них мне удается научиться интересно играть, я негдавно продал китайский шем, это большой инструмент, прародители аккордеона, губной гармошки, вот, инструмент достаточно сложный в освоении, и мне показалось, что полноценно я на нем играть уже не научусь в своей жизни, то есть звуки извлекать могу, но играть на нем осмысленную артикулированную музыку на том уровне, на котором играют китайские музыканты, я не смогу на этом инструменте уже, потому что много лет надо учиться, а мне все-таки уже 62 года. Прекратите прибедняться. Вот, и поэтому этот инструмент я отнес в магазин этнических инструментов в Москве, вот, инструмент у меня пролежал 20 лет, я его использовал один или два раза, но электронные инструменты, я думаю, у меня новые будут появляться, я подписан на ряд групп в Фейсбуке, посвященных электронной музыке, электронным инструментам, переписываюсь и даже посылаю иногда деньги разработчикам, чтобы их подбодрить и как бы простимулировать их работу в определенном направлении, вот у меня недавно в Бельгии я обнаружил программиста, который решил сделать такой обратный инжиниринг, то есть расшифровать, как работают духовые синтезаторы, предназначенные для духовых, компаний Ямаха, которые, видимо, патенты истекли на определенные работы, и они бросили очень интересный сегмент производства синтезаторов для духовых, я послал ему какие-то небольшие деньги, вот, он продолжил работу в этом направлении, и через некоторое время прислал мне лицензию на свой программный продукт, ну, я продолжаю заниматься в этом направлении, я не посылаю ему свои работы, потому что они, мне кажется, достаточно эстрадными, недостаточно радикальными, но если будет у меня возможность что-то более сложное, интересное использовать, то, может быть, когда-нибудь на его сайте появятся музыкальные примеры из того, что я делаю с его разработками. Сергей, очевидно, вы выглядите намного моложе своего паспортного возраста, но и ритм ваш жизненный, он не подходит к тому возрасту, который у вас написан в этой красной книге под названием «Паспорт». Расскажите, пожалуйста, что у вас за главная такая подпитка? Подпитки нет, просто я, наверное, мутант, потому что я родился в городе Семипалатинск, неподалеку от полигона, где происходили атомные взрывы, и вот мои родители видели непосредственно грибовидное облако, выбегали смотреть, что это за облако такой формы, ударной волной атомного взрыва в домике на берегу РТШ, в котором жили мои родители, выбивало стекла, однажды повредило крышу, ну и вот отец рассказывал, что ударная, когда проходила ударная волна, из печки выбрасывала угли, а потом она когда проходила, эти угли всасывались обратно в печь, вот, так что я получил какую-то достаточно приличную дозу радиации, ну как и всем, как мои родители, бабушка, мать, ну на всех она по-разному действует, вот, если, значит, мать и бабушка заболели онкологическими заболеваниями, и умерли раньше, наверное, среднюю продолжительность жизни в нашей стране, то вот отец прожил большую жизнь, умер на 93-м году, вот, то есть, разная, радиация оказывает, возможно, разное воздействие, в детстве, и я, и вот мой брат, известный как Егор Летов, мы очень много болели, но после 16-17 лет практически какие-то болезни закончились, мы дальше уже никогда к врачу даже не обращались, вот, поэтому... То есть, вы это объясняете так, а скажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? Отдыхаю? Да, ну, скажем, какие у меня есть интересы, помимо музыки, да, я болельщик. Так, за кого рубите? Я болею за ЦСКА, по всем видам армейцев. Да, причем, и я так же, как и мой брат, мы такие яростные болельщики, но я вот на стадион не хожу, вот, потому что, наверное, для большинства фанатов мой внешний вид был бы, ну, фанатов ЦСКА, по крайней мере, был бы каким-то таким неприятным, раздражительным человек с длинными волосами, с бородой, с усами, там ребята любят так вот на лысо бриться, да, даже мне как-то один из болельщиков, фанатов ЦСКА, мы где-то разговорились, водитель в Крыму, рассказал, что, допустим, на выезды куда-нибудь в Европу берут биты с собой, если встретят каких-нибудь ребят, которые не по-пацански одеты, или прическа, не пацанская, да, там могут поучить немного, вот, поэтому я так на футбол опасаюсь ходить, потому что может быть какая-то неприятная разборка, или с полицией, вот у меня есть товарищ, переводчик Бироуза, Виктор Коган, очень известный, ну, который вот, все книги, посвященные сленгу американскому, в основном, это его переводы, но все книги Бироуза, в основном, переводы, голый завтрак, там всякие, вот, так, он болельщик Динамо, то есть, милицейские команды, но он рассказывал, что претерпел как-то, причем от полиции, увидели, ой, таких болельщиков, как я называют, фанаты называют Кузьмичи, Кузьмичи, да, он, смотри, Кузьмич, берем его, он тепленький, сейчас мы это, пощиплем этого Кузьмича, он еле спасся, вот, ну, мы смотрим, я и Воган, мы смотрим по телевизору, отчаянно болеем, у меня, значит, НТВ плюс, я смотрю на телефоне, и если есть Wi-Fi, у меня для этого специально безлимит в МТС, для того, чтобы смотреть, и я иногда смотрю матчи ЦСКА, футбол, баскетбол и хоккей, даже во время спектакля, то есть, я прячу среди декораций, определенным образом планшет или телефон, ставлю его, да, вот, ставлю на беззвучный режим, и представьте, играю какой-нибудь спектакль, да, да, и вот, одним глазом, как хамелеон, одним глазом, вроде бы, я как бы здесь, на сцене, одним глазом, я болельщик, да, вот, и, ну, вот, на самом деле, мой брат тоже был фанат, тоже ЦСКА и Динамо Киев, вот, ну, и он какое-то время Аланию поддерживал, когда она была чемпионом, в 96-м году, вот, ну, ввиду того, что папа военнослужащий, поэтому я вот болельщик, армейцев, да, болельщик ЦСКА. А, нескромный вопрос, а если вы дома перед телеком смотрите футбик, ну, я уже выражаюсь сленгом футбольных фанатов, там, это, как выглядит, тоже с пивом, там, с шарфиком? Да нет, у меня, у меня, у меня все есть, у меня есть шарфик, у меня есть куртка ЦСКА, официальная, которую выпустил фан-клуб ЦСКА, они все знают, вот, иногда мне звонят, Сергей Федорович, вот, планируется тур, дайте, пожалуйста, ваши прогнозы, там, я стараюсь избегать, вот, когда какие-нибудь, там, издания спортивные, потому что я все-таки болельщик, а не профессионал в этой области, не радиокомментатор, иногда, там, в какой-нибудь уральский город, как-то меня звали, чтобы я приехал, какой-то матч прокомментировал вместе с профессиональным комментатором, но, это лишнее, вот, я всего лишь, здесь рядовой болельщик, и все, скажем, вот эта вот область, которая, ну, домашних, конечно, это раздражает, но, там, жену, дочь хочет мультики смотреть по телевизору, но она знает, что если будет футбол или хоккей, то, увы, увы, увы. то есть, у вас такой банальный, обычный, российский отдых, просто футбик. Да, ну, скажем так, то есть, вряд ли я смогу куда-то побежать в свои 62 года и гонять там мяч, тут можно и травму какую-то получить, которая задержит там выступление, вот, но в этом, скажем, другого, другого ничего нет, ну, я, так, из, ну, я любитель искусства, я, когда езжу, я всегда посещаю музеи, выставки, если раньше меня интересовало преимущественно современное искусство, то в последние годы, особенно после истории спуссирают, я в художественном сообществе, связанном с современным искусством, очень сильно разочаровался, вот, и меня больше привлекает классическое академическое искусство. Я очень люблю читать, у меня большая библиотека, последнее время я увлекся именно русской литературой, московской школы, которая в значительной степени широкой публике неизвестна, то есть, у нас же в основном петербургская, поэтому можешь ты не быть гражданином, быть обязан, да, и в советское время литература, вот, не либерально-демократического направления, а, скажем, такого более национального русского, она была в загоне, вот, этих писателей не переиздавали, или издавали очень мало, вот, сейчас я вот с большим удовольствием читаю эти книги, иногда делюсь очень слободневными цитатами из русских писателей 19 века в своих аккаунтах в Фейсбуке и ВКонтакте. Сергей, сколько вы спите? Вы знаете, мне кажется, я сплю больше, чем надо, потому что я умею спать не только ночью, то есть, если у меня выдается какой-то там промежуток, я могу совершенно спокойно заснуть на 15, на 20 минут, сидя на стуле где-нибудь, или, то есть, я умею спать в разное время, как бы добирать необходимое количество времени для сна, но иногда в неподходящих для ситуации. У меня есть знакомый музыкант, который умеет спать на репетициях, на концерте, вот, но я, к сожалению, не умею. Жена говорит, что я умею спать с открытыми глазами, это пугает. Даже так? Это пугает, да, что я иногда не закрываю глаза, или прикрываю, но не полностью, это очень, ну, довольно страшно выглядит, вот. Но я не исключаю, что такая возможность, хорошо бы запрограммироваться вот в паузе, сидишь на спектакле, играешь там, допустим, на 45-й минуте, или там на 28-й, а до этого минут 20 поспал, сидя, да, потом проснулся вовремя, встал, сыграл свою фразу и заснул снова. И при этом еще армейцев смотреть одним глазом. Да. Поговорим о вашем детстве. Кем вы мечтали стать в детстве? О, ужас. Это ужасный вопрос. Дело в том, что я, когда был еще ребенком и жил вот в бараке для военнослужащих, то мы, родители, купили телевизор. Он был единственным телевизором, ну, представьте, телевизор там 15 сантиметров, экран, да, линза перед ним, в которую воду наливали. Да, и в то время телевизоров-то ни у кого не было, поэтому все соседи, числом человек 25, 20, со своими стульями приходили смотреть фильмы, они расставлены, ну, это как бы такое кино. Представьте себе комнату, туалет на улице, ну, такой, типа сортир, да, с дырочкой в полу, вот, значит, кухни нет, ну, какой-то есть там, кухня, типа предбанник, такая маленькая, там за ширмой я и бабушка, или я там сплю, или бабушка, и вот маленькая комнатка забивается стульями, и все смотрят какой-нибудь фильм, который два часа телевизор в Омске, который передает, показывает кино, вот, ну, вот, я посмотрел какой-то фильм, не помню, едва ли не со Смоктуновским в главной роли, ну, какой-то, я уже не помню название, но мне очень понравился этот фильм, и главный герой был карманный вор, и когда мне в школе написали, дети, кем вы хотите быть, то я, значит, написал, что хочу быть карманным вором, вот, родители вызвали в школу, вроде хорошая семья, отец, офицер, политработник советской армии, мать, врач, специалист, а сын их хочет быть вором в школьном сочинении, в первом классе, значит, что это такое, родители вызывали в школу, с ними, вот, прошло это время, показывали фильм, и там мне очень понравился американский шпион, и я, значит, на следующий вопрос был, впечатлительный, я написал, что хочу быть американским шпионом, но тут уже, видимо, комитет государственной безопасности решил, что отец военный, что это за оппозиционное настроение в семье, ребенок, кто вором хочет быть, значит, он как-то к советской власти нелояльно относится, в общем, я пугал, вот в детстве, я пугал, а родители пытались, Сереженька, ну как же, у тебя же все есть, книжки, игрушки, вот, да, а ты, а на меня почему-то вот советское кино, вот неготей, которые играли очень хорошо, мне были очень интересны, потому что они вот против всех, они вот, какая-то, видимо, оппозиционность в душе, она была, может быть, вырваться из какой-то чрезмерной опеки, которую было, окружали бабушка, родители, вот мне чем-то, что-то хотелось в детстве противопоставить, поэтому я вот пугал, ну и, наверное, более традиционно, я посмотрел фильм «Девять дней одного года», где главный герой, физик, ядершик, заболевает, умирает от онкологического заболевания, и вот с этого момента я решил, что я буду ученым, и так мое детство под этим знаком и прошло, я выигрывал олимпиады в Омске по физике, химии, ездил на всесоюзную олимпиаду, потом в конце концов поступил в физико-математическую школу-интернат при Новосибирском университете и уехал, и вот последние два года я учился именно в этой школе, так что вот желание как бы заниматься наукой, вот это родители приветствовали, в отличие от шпиона американского и карманного вора, это оказалось более как бы поддержано окружающими. — Скажите, а вы любите тишину, или все-таки музыка всегда вокруг вас должна быть? — Тишину. — Вы выбираете тишину? — Я практически музыку не слушаю, очень мало музыки, я стараюсь, и если она где-то звучит, на пляже, вот сейчас уже, к сожалению, трудно даже прийти в лес, на берега Москвы-реки, я живу в Крылатском, у нас довольно дикий, дикий такой, ну это заповедник в Крылатском, но на другом берегу находится вот полуостров Серебряный Бор, из которого доносится очень громкая музыка, преимущественно какой-то российский жуткий рэп, вот, и вот, к сожалению, уже, ну вот у меня есть товарищ Аркадий Шелклопер, мой близкий друг, мы с ним когда приходим на концерт, он слушает первую пьесу, после, он, так, все ясно, дальше он достает беруши, сидит, хлопает активно, радуется концерт, он говорит, но уши надо беречь, даже на самых хороших концертах, так что, я его очень понимаю, я сам на концерты не хожу, я практически никогда не бываю на концертах, слушаю музыки очень мало, ну как бы, когда я слушаю, дело в том, что я преподаю музыку в британской школе дизайна в Москве, Moscow Music School, и преподаю 15 лет в Институт журналистики и литературного творчества, преподаю я историю музыки, и вот поэтому мне нужно все время делать какие-то музыкальные примеры, и я все-таки вынужден отслушивать тот музыкальный материал, который я готовлю студентам, и вот сейчас все больше аудиовизуальные, нужно какие-то кусочки из опер, мне надо все-таки, чтобы тот фрагмент, который я ставил, я стараюсь его заранее прослушать, чтобы не получился какой-то конфуз, вот, а вот так вот, чтобы слушать для души, да, я слушаю разные интересные технологические приемы, в основном связанные с электронной музыкой, а раньше также я много слушал именно радикальных саксофонистов-новаторов, это тоже представляло для меня в плане освоения новых видов техники саксофонной игры, вот, ну а так музыка окружает, я вынужден играть, я же занимаюсь на инструменте практически каждый день, но за исключением болезни, когда я могу там не играть 4-5 дней, если сильный насморк, то играть трудно. Разве такое бывает у вас? Да, Да, то, допустим, там несколько дней я не играю, а за 5 дней полностью утрачивается тонус, вот, мышцах амбушюра, губ, которые позволяют, ну, качественный тембр звука на саксофоне создавать, поэтому надо постоянно играть, я играю в основном музыку барокко, Бах, Вивальди, вот, в последнее время я увлекся композитором Верочини итальянским, это композитор того же времени, что Вивальди и Бах, 18 века, вот, то есть, этому посвящается там, допустим, час в день, иногда два, но еще что-то слушать очень сложно, кроме того, чужая музыка, она очень влияет на свои творческие, на меня, по крайней мере, то есть, если испытываешь недостаток в чем-то, то ты вынужден импровизацией, как бы компенсировать отсутствие вот этого, а если я буду очень много слушать, то мне не захочется так играть, вот, поэтому я дома не импровизирую, я дома занимаюсь, занимаюсь только решением конкретных задач, прислали трек заранее, к которому надо играть соло, и я вот к этому треку подбираю, может быть, разные варианты, играю в наушниках часами, чтобы добиться вот, какого-то, придумать какое-то решение, вот, как бы, чтобы быть внутри этой музыки, а вот такого, что вот просто так сел и какую-то любимую там, группу послушал, ну, так бывает, но не часто, но не часто, я не могу понять, как выстраивается ваше время, вы спите достаточно, вы преподаете, вы постоянно куда-то едете, вы много где выступаете, готовитесь к выступлениям, слушаете определенную музыку, которую вам скидывают, сколько в ваших сутках часов? Ну, знаете, наверное, получается, со временем лучше, потому что, я вот не хожу с друзьями, посидеть за кружкой пива, вот, куда-нибудь в ресторан, вот этого, как бы, не хожу в гости. Вообще? Вообще, да. То есть, у меня, как бы, отсутствуют некоторые общечеловеческие, простые радости, которых, как бы, нет, я не чувствую в них. А в смысле, вы просто этого не хотите? Да, я просто этого не хочу, мне это неинтересно, я не приглашаю на день рождения гостей, и сам, как правило, но только если очень позовут, и надо по какой-то причине, ну, хорошо, это некоторые, так, ну, тяжелые для меня переживания, как правило, вот, я не так, чтобы очень люблю путешествовать, я как бы вынужден, вот, ездить в поездах, летать в самолетах, это само по себе какой-то радости не доставляет, но это, знаете как, ну, это что-то неизбежное, необходимое, вот, поэтому, как бы, приходится на это идти, это часть жизни, допустим, выносить помойное ведро в мусоропровод, это же не доставляет никакого счастья, да, но мусор-то нужно выбрасывать, какого сравнения это, как бы, вот, как бы, какие-то в жизни есть некоторые вещи, которые нужно делать, и я отношусь к этому спокойно, да, это нужно, я это сделал, и вот, я сделал, теперь гуляй смело, включай там футбол, там ЦСКА играет, вот, вот это да, это как бы приятно, а есть какие-то неприятные обязанности, ну, что ж поделать, надо к этому относиться спокойно. Вы уже упомянули, что, ну, буквально два слова у вас было про рэп, а вот у меня такой вопрос, у вас есть совместная композиция, то есть, какое-то сотрудничество с группой 25-17, а это все-таки рэп-исполнители, неужели вас связывает что-то с рэп-культурой, или, потому что они тоже сибиряки, вы сделали что-то совместное? Ну, я вообще стараюсь идти в ногу со временем, и не ощущаю какого-то противостояния между рэп-культурой и рок-культурой. На протяжении нескольких лет я довольно долго был в жюри студенческого рок-фестиваля «Фестас», и заметил, что постепенно доля рэпа становится, хип-хопа становится все больше и больше, все меньше студентов, обучающих в московских вузах, хотят рок-музыкой заниматься, и все больше хотят зачитывать текст под фонограмму. Что касается 25-17, с музыкантами я познакомился, как это ни удивительно, на рок-концерте. Я выступал с Александром Скляром на дне рождения Саши Чернецкого в Москве, Чернецкого и Миши Нефедова, у них совпадают дни рождения, и как раз вместе с Скляром зашел Бледный и такой диджей Рич из Нижнего Новгорода. И мне было очень приятно, мы сфотографировались, приятно познакомиться, и к тому же Бледный он из Омска, и я как-то в Омске, едучи с радиомаяк, узнал, что следующим буквально номером у «Маяка» в передаче стоял разговор с кем-то из музыкантов 25-17. Мы перемолвивались парой слов, переговорили, и в итоге они пригласили меня на запись. У них хорошая студия, меня поразила техника Apple. И очень четко они поставили задачу, чтобы я играл именно так, как я играю, не какую-то красивую сопривую. То есть не напрягали. Да, розово-голубую музыку, а как раз жесткий какой-то импровист такой. Вот, и я записался у них на альбоме, они несколько раз меня звали сыграть вместе, но у меня незадолго до концерта, но у меня достаточно плотный график, то есть я вынужден был им несколько раз отказать, и после этого я подозреваю, что Бледный просто обиделся, и звать меня перестал. Я отказал не потому, что мне не хотелось, а потому, что у меня уже что-то стояло в эти дни, заявленное с какими-то другими проектами. Я обычно никого не подвожу, не отказываюсь, если я договорился. Вот, и произошло несколько раз, и возможно это совпадение, в общем, а 25-17 предложений больше не последовало. А вот Рич, с Ричем я записался еще на двух альбомах. Ух ты. Вот, да, последствия. Тоже по одному треку, вот, мы вообще так с ним в дружеских, приятелских отношениях, я в Фейсбуке все время ставлю лайки на его посты, вот, он иногда приходит там, помогает с аппаратурой что-нибудь поставить, если я в таком проекте «Культбригада», я читаю лекции о джазе, то он там выставляет какую-то технику, что-то, в общем, технически помогает этой культбригаде. В общем, вот так с миром рэпа не очень такие прямо тесные связи, но вполне, вот, я знаю, что Бледный затеял провести в городе Тара большой фестиваль летом 2020 года. Тара – это город на севере Омской области, это второй город в Омской области после Омска, и он на сто лет старше, чем Омск. То есть, это один из самых старых городов Сибири, ну, железная дорога Транссибирская магистраль прошла мимо, ну, и города, которые стоят не на Транссибирской магистрали, они, так скажем, захерели. В них остается население примерно такое же, как оно было во время освоения Сибири в 17 веке, да, вот такие города севернее, чем магистраль. Ну, и я поэтому попросил знакомых, организаторов передать Бледному, чтобы нельзя ли меня включить в этот фестиваль с выступлением, или я, может быть, с ними выступил. Там, кстати, будет Калинов мост выступать, помимо 25-17. Ну, я бы хотел в какой-то, во-первых, побывать в Таре, а, во-вторых, принять участие вот в этом фестивале, во всяком случае, на 20-й год, кроме Италии, фестиваля «Талос», я ставлю себе «Тара», фестиваль на Севере Омской области. Вот это вот взаимоотношения с рэпом, они вот не очень, скажем, велики, но тем не менее есть. Скажите, пожалуйста, с кем бы вы хотели еще сделать, даже нет, не хотели бы, а мечтали бы сделать какую-то совместную работу, или бы выступить на одной сцене? Ну, мне трудно так сказать, с кем бы я мечтал, из тех, с кем я не играл, потому что это зависит не только от меня, но и самих музыкантов. Я вообще такой человек, который больше плывет по течению. По вам не скажешь, судя по тому, что вы уже сказали про себя. Ну, в основном, мне кажется, что я так нахожусь с равновесией со средой. Вот, и если мне поступит предложение какое-то интересное, всегда можно его рассмотреть, если оно созвучно каким-то моим пожеланиям, да, мне будет интересно, а я стараюсь себя заинтересовать всякими задачами, особенно, если они сложные и необычные, вот, то я готов рассмотреть. Ну, из тех проектов, которые уже начинались, и которые как-то не продолжаются, я бы назвал прежде всего дуэт и вообще совместное выступление с японским пианистом Юриюки Харада. Это гениальный японский фриджазовый пианист, чуть постарше меня, ему порядка ближе к 70 сейчас. Мы с ним выступали вместе в Токио, в Киото, в Осаке, в Японии, в России, выступали, ну, естественно, в Москве, в Протвино, я возил его на фестиваль, вот, и вообще мне хотелось бы чаще с ним играть. Это очень интересный, яркий фриджазовый пианист, и у меня не так много возможностей. Я прежде всего хотел бы, может быть, издать записи, потому что у меня уже накопилось определенное количество качественно сделанных записей вместе с ним, которые можно было какой-нибудь забавный винил издать. Но это такой немного романтичный фриджаз, то есть, это элемент, он играет на рояле, это элементы фриджаза, но такого не молоточного такого стука, а вот с каким-то отголосками, может быть, Шопена, романтики, он обязательно, играя со мной, цитирует кого-то из классических композиторов русских, там где-то у него что-нибудь из Рахманинова или из римского Корсакова, какая-нибудь еле заметная фраза, закодировав внутри, вот, и человек, он очень яркий, интересный, вот, ну, такой, можно сказать, в каком-то смысле японский Курехин, да, то есть, человек, шокирующий своим поведением, своими, может быть, не такой обаятельный, как Курехин внешне, но очень интересно, я, мы переписываемся, и я, конечно, с большим интересом бы выступил с ним где-нибудь еще, вот, из проектов, но у меня есть еще проект, в котором я участвовал с выдающимся американским негритянским пианистом Мэтью Шипом, мы выступали в Екатеринбурге, в Москве, в Мюнстере, в Праге, в Берлине, вот, у нас, у меня есть администратор Джимми Вундерлих в Берлине, который, как бы, занимается и мной, и Мэтью Шипом, иногда он нас сводит вместе, вот, мне интересно, но это, конечно, такой сложный, сложный проект, не знаю, почему он не продолжается, как-то вот, почему-то не пошло, видимо, в Европе вообще сейчас некоторое, скажем, ввиду санкций и прочего, не то, чтобы охлаждение к русской музыке, но, во всяком случае, приглашение русских музыкантов на фестивали современного искусства в определенной степени меньше, меньше продвигается, чем это было до 2014 года, вот, наше место заняли украинцы, теперь там охотно приглашают украинских музыкантов, а вот, как бы, ну, видимо, спонсоры фестиваля тоже ставят какие-то свои условия, во всяком случае, вот, участие стало, ну, не то, что очень значительно, но немного поменьше, вот, не то, что полностью прекратилось, у меня много, достаточно выступлений в Европе, но вот в Америке я не был, между прочим, уже 18 лет, даже так, да, в США, вот, больше, как бы, сдвинулась на Дальний Восток, вот, я часто, более-менее часто бываю в Японии, в Южной Корее, вот, как-то туда, вот, ну, я открыт к сотрудничеству, все еще впереди. А скажите, пожалуйста, с кем никогда в жизни ни в каком случае, ни при каких условиях ничего совместного не сделаете? Ну, я даже не знаю, я могу сказать, кому я отказывал, не то, что группе, а когда были предложения о совместном выступлении, я отказался. Так. Да, ну, вот, например, я отказался выступать с группой Кровосток. Точно было быть вручение премии Егермайстер, Music Award в Москве, в одном пафосном клубе, вручение закончилось маски-шоу, то есть явилась какая-то, какая-то служба, значит, ну, типа ОМОНа, и музыкантов выводили через черный ход. Вот. Вот, но я тогда как раз отказался на организаторе, именно такое делали приглашение, в результате я на вручение выступал с группой Глиншейк. Это молодая очень, ГШа сейчас группа, молодая, очень яркая, мне кажется, очень перспективная группа с девушкой, вот, в главной роли, певицей, очень красивой и такой яркой. Вот. То есть, бывают, конечно, какие-то отказы, но они, я бы сказал так, если коллектив занимает какую-то заведомо агрессивную антироссийскую позицию, антипатриотическую, то я не буду, или что-то, где какие-то унизительные слова о России, или унизительные какие-то оскорбительные слова о русских, я не буду участвовать ни при каких обстоятельствах, вот в таком, ну, скажем так еще, меня не устраивает антикоммунизм, и с группами конкретно радикально, где это вынесено в главную идею, я не буду сотрудничать ни с какими нацистами, ни с какими фашиками, потому что я сторонник левой идеи, то есть, я могу поддерживать людей, допустим, которые в какой-то степени и творчество не созвучно коммунизму, ну, допустим, они анархисты, ну, то есть, так или иначе, они какие-то могут быть временными союзниками, но вот с радикальным антикоммунистическим национализмом, с фашизмом, вот, с группами, которые какую-то идеологию ненависти в отношении других людей проповедуют, я бы сотрудничать не стал, то есть, я для себя, прежде всего, когда мне присылают что-то записаться, я прошу, допустим, какой-то группой, я прошу прислать текст, если меня что-то в этом тексте не устраивает, никакими деньгами купить меня нельзя. Последний на сегодня вопрос, Сергей, если бы у вас не было абсолютно никаких ограничений, вообще никаких, чем бы вы еще занялись, какие у вас родились бы новые идеи, что бы хотели нового сделать, в чем себя попробовать? не поздно ли это уже, я уже, между прочим, два года пенсию получаю, даже третий, я же не такой молодой человек. Я говорю, что ограничений вообще никаких нет. на самом деле это сложный вопрос, как сложный, потому что наша жизнь и культура, вообще культура, это ограничения, и преодоление ограничений, с одной стороны, это как бы постоянная мечта человека, но с другой стороны, совершенно без ограничений какая-то культурная деятельность невозможна. Я уже не в том юном возрасте, когда эти ограничения представляются какой-то тюрьмой или бедой, как каждому молодому человеку, который хочет утвердиться, ему кажется, что законы его отцов, законы, установлены обществом, это какая-то страшная беда, негодование, как вызывает все это, и нужно это все разрушить, и на основании, а затем, вот, мне так не представляется, мне кажется, что налагаемое ограничение, это возможность для реализации, для какой-то работы, это не беда, прежде всего, а это некоторая определенная помощь. Ну, чем бы мне хотелось в жизни еще заниматься, чем я не занимался? Да, конечно, у меня есть масса желаний. Во-первых, мне хотелось бы приобрести много новых инструментов. Это, знаете, каждому, кто любит железо, да, вообще, ему кажется все время, что железа постоянно не хватает. Да, у меня есть много желаний, которые совершенно не реализуемы, но прежде всего, я хотел бы на протяжении всей жизни, я хотел бы обладать контрабас-кларнетом. И я периодически смотрю на ИБЭХ, я просматриваю на ВИТО, нет ли там контрабас-кларнета, вот мне, ну, знаете, этой мечте, ее больше 30 лет, да, может быть, больше. Но, к сожалению, материальные возможности мне не позволяют приобрести вот этот инструмент. он не такой, у меня был бас-саксофон, но мне пришлось его продать, потому что он уже слишком тяжел для моей спины, я не могу достаточно долго держать этот инструмент на шее, спина начинает где-то на пятой минуте уже просто давать сигналы, что нет, нет, уже нельзя, вот. А это не очень тяжелый инструмент, который все-таки можно установить, у него есть ножка, как у виолончели, и вот я бы хотел очень, ну, есть ряд еще инструментов, которые мне бы хотелось приобрести. Конечно, в основном это связано с музыкой, с возможностью заниматься любимым делом, да, возможностью заниматься, может быть, что бы, если была возможность, если бы была возможность хотя бы заниматься на инструменте в каком-то близлежащем ко мне помещении, потому что, знаете, когда играешь на саксофоне, в крупнопанельном доме, то соседи иногда начинают аккомпанировать по батареям, но не всегда попадают в такт, иногда они выдают просто какой-то сеанс спонтанной свободной импровизации, издашь несколько звуков, и по батареям идет какая-то, понимаете, это сбивает с такта, вообще сбивает с драйва, начинаешь прислушиваться к этому, да, вам давно уже пора воспитать соседей, чтобы они знали, как играть правильно. Здесь у меня была возможность где-то вот, ну, то есть, много желаний, которые, к сожалению, не реализуются, и они не способствуют творческому росту или как бы преодолению это, вот и некоторые из них это действительно беда, это невозможность заниматься полноценно тем, чем я хочу, да, вот тогда именно, когда я хочу, да, и вторая, вот это не, у меня, в принципе, в настоящее время два хороших саксофона всего, не сломанных, это один сопранино-саксофон и тенор-саксофон, остальные инструменты нуждаются, ну, в поддержке, нуждаются в ремонте, по сути, по большому счету, я их использую тоже, но они, в общем, ну, неадекватны тем желаниям музыкальным, тем возможностям, которые, и поэтому, как бы, у меня есть некоторые, да, есть потребности в хорошем баритон-саксофоне, в хорошем сопрано-саксофоне, мой, там, на нихромовых проволочках свернут, там, потому что есть просто поломки в механике, вот, в общем, есть, есть к чему стремиться, вы вот сказали, какие у меня есть мечты, которые, да, да, у меня есть еще мечты, мне хотелось бы побывать в Австралии, в Новой Зеландии, где я никогда не был, побывать в Индонезии, побывать в Латинской Америке, ну, возможно, все впереди, все время появляются какие-то новые возможности, ну, желаний очень много. Самое главное, что сказал Сергей только что, все у нас впереди, ну, что же, всем пока, прощаемся. Всего хорошего, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова